здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна конкина и мой канал счастье успех для всех добро пожаловать я всегда рада нашей встрече сегодня я хочу сделать такую легкую летнюю тему я путешествовала только приехала вчера из америки где навещала своего сына и его семью своих девочек так что сегодня такая легкая тема который который вы меня просили мы сделали очень удачное видео о макияжа том форда где он показывает великолепную технику нанесения макияжа и продукты том форда которые он использует косметику но я решила то что я использую для себя летом я хочу этим с вами поделиться давайте посмотрим что я делаю как это для меня работает я расскажу о уходе и немножко чуть-чуть совсем макияж совсем не полный и так что я делаю летом но всем известно что лето немножко теплее погода мы нам нам не требуется такого сильного такой сильной защиты нам требуется в основном защита от солнца до очень много солнца летом поэтому это наша основная защита чего я начинаю ну во-первых как я очищаю кожу я беру таких вот обычно несколько дисков ватных вот я уже знаю это слово ватных дисков русская а потому что когда я уезжала еще не было никаких ватных дисков поэтому я узнала все эти названия очень многие только на английском и я использую всегда молочко никогда не мыло никогда ничего такого очень сильно действующее я всегда использую какую-нибудь мы make up remover milk то есть молочко вот в данном случае это la roche posse я нашла что это очень хорошая компания не такая дорогая она продается в аптеках она очень дерматологами тестирована поэтому это очень хорошая продукция и не такая дорогая как если вы будете покупать топ-топ дизайнеров то есть молочко вот от la roche posse я просто наношу несколько капель и таким образом я стираю полностью свой мейкап и глаза и лицо где-то в среднем 4 ватных дисков не хватает после этого вот я нашла совсем недавно раньше я ничего такого не делала я использую такую вот воду которая называется миссикулярная вода миссикулярная вода на русском наверно будет так звучать ультра тоже от la roche posse это очищает дополнительно кожу вечером после того как я сняла макияж раз в неделю примерно вам даже не нужно покупать никакие скрабы никакие exfoliators вы можете купить вот такую вот маленькую мочалочку которая размокает когда вы ее намочите этой мочалочкой просто почистить кожу лица что абсолютно необходимо для того чтобы снять уже отмершие клетки кожи кожа была чистая на хорошо дышала и на нее к самое главное очень хорошо ложится потом уже крем-пудра макияж вот поэтому такой вот можно купить маленькую мочалочку она в этом висит вот так вот сохнет где-то у вас в ванной или можете купить любой exfoliator и любой скраб который вам подходит и нравится но главное чтобы вы не ранили кожу потому что у меня отмерзут но очень много сломанных капилляров на лице мы косметолог что это то что ты пила красное вино я куда пила это от красного вина но это я думаю предположение чаще всего на мой взгляд этот генетические такие заболевания розейша или что это на лице когда очень хрупкие капилляры не хватает витамина си недавно слышала об этом и так следующее что я делаю это я обязательно нашу вытираю или просто наш несколько капель витамина си я покупаю витамин си лице как говорят по-русски на амазон на интернете минимум 20 процентов витамина си точно также для рожь посы имеет этот витамин си а вот утром я использую spf 25 тоже очень хороший очень качественный которые действительно проникают нашу кожу и дает хороший результат а вечером такой же есть витамин си у ля рожь посы без spf 25 то есть утром с spf а вечером без спф так как витамин си разлагается на солнце ну как всегда как я уже говорила много-много раз вечером я использую ретины одну буквально каплю вот как горошину просто одну каплю я наношу на лицо так растираю руками и наношу на кожу своего лица вечером и на руки тоже но на руки может быть еще одну каплю вам понадобится но это я делаю религиозно каждый день каждый вечер и тогда пропускаю но почти всегда и это помогает моей коже быть гладкой ровной и избавляет от лишних морщинок вот ну и вот как я уже говорила я всегда использую иногда я делаю перерывы но вот сейчас я опять к этому вернулась масло шиповника который я покупаю от компании косме а вот такое масло шиповника вы можете его купить от любой другой касс компании но главное чтобы она была очень чистым органик желательно и тоже несколько капель этого масла я наношу вечером на коже лица шеи рук и это дает мне конечно определенную гладкость питание это натуральное масло и если вы почитаете больше на интернете молодежь который имеет имела акнею которую имела прыщики на лице и у них остались следы следы уходят как пишут все абсолютно на интернете у меня тоже когда-то были такие широкие поры сейчас они лучше благодаря этому маслу или нет я не знаю но но действительно лучше вот иногда я использую конечно тоже питательный крем если мне не хочется я знаю что масло шиповника испачкает ваши подушки поэтому вы должны что-то подстелить я посылаю на подушке и всем вам рекомендую меня была такая большая из чистого шелка простынь серая моя вся постель серого цвета я очень люблю такой готовый глубокий серый цвет для постели и я стилю такую шелковую просто не прямо на подушке а во первых когда вы спите на шелке ваша лицо не так будет сильно портится кожа лица и волосы не так будут сильно тереться о вашу подушку и многие очень рекомендуют спать на шелковых подушках для того чтобы кожа лица оставалась не поврежденной а я также использую все абсолютно и внутри подушки наполнитель из чистого шелка и одеяло из чистого шелка кроме там простыней просто не из тонкого тонкого сетца из тонкого хлопка все остальное вот наполнение всего этого шелк то есть я считаю что шелк не такой притягательный для бактерий для которые живут в пуховых одеялах или в каких-то синтетических я думаю что шелк немножко лучше в нем может быть и живет что-то но не так много как допустим в пуховом одеяли вот и иногда вечером я использую такой вот тоже крем от la roche-posay для меня это новыми этому научили дерматологи называется nutric intense rich вот такой тоже от la roche-posay крем который я наношу вечером как питательный крем он великолепный даже утром на него прекрасно ложится потом крем-пудра foundation ваш который вы будете использовать великолепная основа и я бы не сказала что он какой-то тяжелый что он как-то особенно действует на мою кожу и так это вот вечерний макияж утром я просто умываю с водой я не даже не пользуюсь никакой этот никакой то водой дополнительной никакими дополнительными очищениями просто смываю кожу водой я конечно еще принимаю душ вечером утром и тоже все это смывается очень хорошо потому что я волосы сейчас мы практически каждый день если не мой волосы один день то они уже не так хорошо лежат как я мою их каждый день сейчас и утром мне очень нравится как я сказала витамин си я добавляю точно витамин c витамин си с spf и потом и допустим вот такой вот замечательным крем который от той же компании косме вот так он выглядит я могу написать все это в описании это просто увлажняющий крем но в нем также содержится масло шиповника он даже немножко желтоватого такого цвета и даже это хорошо видно он немножко желтый пару вот таких вот небольшое количество этого крема я ношу на коже лица и тем самым кожа лица увлажняется все утром больше ничего вот ну и вечером я вот забыла сказать что я обязательно использую для ресниц и сейчас уже стала для бровей масло касторовое которое помогает мои ресницы хранить такими какие они есть и мне не требуется когда мне было 17 лет я думала о что будет как с моими ресницами я их начала красить рано в 25 лет они на все выпадут нет уже прошло еще плюс 25 и я и по-прежнему использую касторовое масло и мои ресницы хорошие густые сейчас я начала используется для бровей надеюсь что брови тоже будут такими же хорошими ну и не забудьте что самое главное летом вы не можете выходить на улицу без spf крема 50 это должно быть 50 и вы можете взять любой компании это вот биодерма или это тоже для рожь посы тоже 50 хорошего очень качество все эти крема но я нашла что все-таки под крем пудру которую я использую нет ничего лучше чем крат кле-де-пу крем он тоже 50 плюс spf и он имеет немножко такую как бы белую основу в себе он стоит дороже конечно чем все эти другие крема с spf но его хватает надолго вы выдавляете небольшое количество и он великолепно тоже коже вас просто становится такой вот сверкающий а кроме этого или вот такой крем который обязательно должен быть есть еще и я использовал этого раньше сейчас я опять к этому вернулась опять купила нашла джорджи армане сделала такой light мастер праймер который имеет немножко такой вот шим и как сказать такой вот блеск он наносится она тоже тонким тонким слоем слоем и ваша кожа отдохнувшая сверкающие такая очень хорошая ну и потом уже наверх я наношу мою последнее мою последнюю находку это том ford крем-крем-пудры foundation stick так называемый и я у них купила такую вот щеточку просто вот так вот все это ношу такими круговыми движениями как меня научил этот мастер том форда и я бы вам сказала что цвет этой у меня здесь айвори до айвори 40 45 номер то что подошло мне то что подашь мне вы подобрал этот алан который делал мастер-класс я я нахожу сейчас что это на раз самое лучшее из всех foundation которые у меня когда-либо были и по цвету и по качеству то есть это очень очень хорошее еще очень хорошее у шанель сублимаш но она в такой серьезные банки которую трудно собой носить я часто путешествую я вот только сказал вчера приехала из дэнвера я все время в дороге поэтому мне удобно иметь с собой что-нибудь это не такое кроме того что это очень очень хорошего качества ну вот это вот пожалуй все что я хотела вам рассказать о летнем уходе за кожу лица его специфика в том что вы не можете выходить на улицу без спф-50 который вы вы себе наносите и только на лицо но и на руки на руки я ношу свои сумки сейчас такой как бы стик тоже но не такой немножко поменьше всегда в моей стиле сумки я просто наношу на на руки такой стик и тем самым подняка немного защищаясь своей кожи свою кожу своих рук от солнца хотя я услышала совсем недавно одного доктора тоже его на его зовут доктор эрик берг который говорит о том что вот все эти называется пятна на руках которые у меня присутствуют приличном количестве которые называются печёночные или как пятна печени хотя никакого отношения к печени на самом деле не имеют он говорит обоснование что это все недостаток витамина си в организме то есть метаболизм устроен таким образом что витамин си не усваивается даже при том что если я его ем достаточно мой организм его не так усваивает за счет определенных реакций которые в нем есть и это можно сдать анализ проверить у доктора за счет этого вот образуются все различные пятна на коже я этим займусь обязательно так что вот такой у меня летний уход не забудьте что летний уход отличается тем что утром вы наносите какой-то легкий крем и обязательно обязательно защиту как spf 50 так что оставайтесь молодыми красивыми всем самого хорошего с вами была татьяна конкин до следующей встречи до свидания а